Об этой войне не сообщают в новостях. Так как множество есть боевой техники, то, соответственно, очень быстро меняются картины боя. О сражениях, в которых участвуют тысячи испанцев, американцев, англичан, русских, мало что известно простым смертно. Игрок может рубиться не в одиночку или в составе пятерых совершенно тупых ботов компьютерных, а в составе настоящего большого подразделения. Имена изобретателей современнейшего оружия засекречены. Биоплан встраивается у вашего игрока и дает ему дополнительные возможности, которые совершенствуют его как боевую единицу. Сегодня вы узнаете всю правду о том, что творится на бескрайних просторах мира PlanetSide. Эта война началась три года назад, в мае 2003-го, благодаря стараниям известного разработчика и издателя Sony Online Entertainment. В нее оказались вовлечены три империи, десять планет и десятки тысяч бойцов. Враждующие стороны вооружены до зубов. Десятки видов оружия. Более 30 видов техники. Самолеты, танки, БМП. Огромные боевые роботы. Здесь всегда разные ситуации. Здесь можно применять тактическое мышление. То есть, как бы, заходя с флангов, например, или в тыл врагу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как множество есть боевой техники, то, соответственно, очень быстро меняется картина боя, когда идет пехотное сражение, и несколько танков могут изменить это сражение очень круто в другую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С каждым днем конфликт разгорался все сильнее. Каждый час ряды воинов пополняли новобранца. В баталиях участвовали уже десятки тысяч человек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как одиночка не представляет из себя большой боевой силой, тактически надо превосходить врага. Поэтому группой гораздо легче производить захват и баз, и прочие стратегические операции. Как бы активных людей в моем подразделении около 50 человек. А в любое время игры зайдя, можно всегда набрать полную группу для того, чтобы проводить операции успешно. Не обходилось и без потерь. Впрочем, благодаря сложным процедурам репликации человеческого тела, физическая смерть в мире планетсайд лишь повод возвратиться в ближайшем дружественном здании и с новыми силами вступить в бой. Такого шутера мир еще не видел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уникальность планетсайда, прежде всего, у него огромная тактическая составляющая. Сейчас огромное количество стрелялок существует на рынке, но только в планетсайде игрок может рубиться не в одиночку или в составе пятерых совершенно тупых ботов компьютерных, а в составе настоящего большого подразделения, где тактика начинает играть решающую роль. Когда я начал играть, меня поразило, что все, что движется, это обязательно живой игрок. Я сооружаюсь не с компьютерным интеллектом, а с игроком, который у себя дома также сидит за компьютером и победу приносит гораздо большее удовольствие. Планетсайд стал первым и до сих пор остается единственным глобальным многопользовательским сетевым шутером от первого лица. Планетсайд — это действительно глобальный шутер-стрелялка. Как угодно называете. Который может участвовать гигантское количество игроков одновременно. Поначалу идея создания подобной игры казалась немного сумасшедшей. Многопользовательские сетевые игры в то время были по большой части ролевыми. А существующие шутеры предлагали геймерам либо посоревноваться с компьютерными противниками, либо позволяли играть с реальными противниками, но их число было сильно ограничено. Но поклонники стрелялок хотели большего. Сражаться не с железными мозгами компьютера, а реальными игроками. Причем, чем больше противников, тем лучше. Не 10-20, а сотни игроков одновременно, сражающихся на поле брани. Вот о чем мечтали игроки всего мира. И Sony Online Entertainment, среди которых была масса фанатов Doom, Quake и других популярных шутеров, в конце 90-х годов приступили к разработке игры совершенно нового типа. Через три года, 19 мая 2003-го, разработчики представили на суд геймеров свое творение — игру PlanetSide. Проект PlanetSide и геймеры-журналисты восприняли очень хорошо. До этого на российском рынке не было ни одного онлайнового экшена, а такого масштабного, насколько является PlanetSide. Здесь нет таких ситуаций, как в других онлайновых RPG, когда человек застревает, уничтожая одних и тех же надоевших уже монстров, управляемых искусственным интеллектом. Здесь же каждый игрок обладает собственным характером, соответственно, так как это живой игрок. Масштабом и богатством тактических возможностей PlanetSide превзошла все существующие игры жанра. Отныне тысячи игроков на просторах необъятного игрового мира могли вести войну 24 часа в сутки. Именно благодаря этому PlanetSide ознаменовал новый этап в развитии командных тактических экшен-игр. Ну, как пример, не знаю, захват какого-то города, в котором хранится артефакт, который принадлежит одной стране. Этот захват может быть спланирован самыми разнообразными способами. И у страны, которая совершает этот захват, у нее есть свой командир, который дает команды своим подчиненным. И свои подчиненные, используя самую разнообразную технику, там, часть людей едут на танках, часть людей высаживает там десант с помощью авиации, там, другая часть игроков использует артиллерию и прикрывает своих друзей. И все это в интернете одновременно. То есть один игрок находится в Воронеже, другой в Москве, и третий находится в Амстердаме. Ну, очень захватывающе. В отличие от обычных онлайн-фпс, в Планет Сайд постоянно существующий огромный игровой мир и реальные боевые задачи, стимулирующие командную игру. Игроку в Планет Сайд отводится роль солдата в мире умеренно отдаленного будущего. Геймеру предлагается присоединиться к одной из трех сторон, борющихся за господство на десяти планетах. Республике землян, новому конгломерату или суверенитету Вану. Цель и задача одинаковы у всех. Захватывать базы и выбивать противника с территории. Захват базы — это нелегкий процесс, требующий взаимодействия бойцов, обладающих различными навыками. Игрок в самом начале игры попадает в убежище своей империи, которую он выбрал. Там представлено три империи. Ему предлагается курс молодого бойца, так как игра не самая простая, поэтому новичок просто так не сможет влиться. Но курс молодого бойца помогает разобраться с интерфейсом, с различными типами вооружения, их применением, техникой. Показывает различную технику. Игроки очень дружелюбны, поэтому можно вступить в группу, и они многое расскажут. Уничтожение врагов, помощь союзникам и захват вражеских баз приносит игроку опыт. С набором определенного количества опыта игрок приобретает новый боевой ранг, так в плане сайт называются уровни, при этом получая сертификаты, открывающие доступ к новым типам оружия и вооружения, список которого в игре достаточно внушительный. Еще одна особенность игры — импланты. У вас есть обычное оружие. Когда вы развились, вы заработали некоторое количество денег и очков, и на эти деньги и очки вы приобретаете так называемые сертификаты. На эти сертификаты вы можете купить биоимпланты. Биоимплант встраивается в вашего игрока и дает ему дополнительные возможности, которые совершенствуют его как боевую единицу. Оружие стреляет дальше, появляется прицел у оружия, у которого прицела до этого не было, энергетическая мощь многого оружия тоже увеличивается. Западные и российские журналисты высоко оценили старания разработчиков, называя его сногсшибательным, отмечая красивую графику и восхищаясь геймплеем. Техники в Planeside очень много. По сути, это единственная игра, в которой вот столько боевой техники самой разной направленности. Есть техника, в которой просто перемещает игрока по полю. То есть можно сесть и быстро куда-то доехать или долететь. Есть боевая техника. Танки, танкетки, транспортеры, боевые броники. Вот в них садишься, и управляет один человек, а два или три могут работать на оружии, которое на этой технике установлено. Поэтому игра как бы изначально подразумевает, что люди будут взаимодействовать в ней. То есть одной техникой может управлять одновременно несколько человек, и только в этом случае она будет максимально эффективна. При этом очень интересная система, организованная в Planeside. Там есть некая базовая техника, которая доступна всем расам, которые представлены в игре. И можно получать по мере развития отдельного персонажа доступ к новым видам техники. Вот она более совершенная, более качественная, и большее количество народу в ней можно перевозить, доставлять к месту боя. С графикой очень интересная ситуация. С одной стороны, она достаточно старенькая. С другой стороны, динамика происходящего, и анимация отдельно взятых моделей очень качественная. И в процессе геймплея человек полностью погружен в процесс игры. И на графику у меня внимания остается очень немного. Все это позволило Planetside быстро завоевать популярность среди игроков Америки и Европы. Planetside на самом деле вышел во многих странах мира, включая Европу, конечно же, все страны Европы. И около года назад, если не ошибаюсь, он вышел в Кае, где получил свою популярность. Увы, в Японии он не очень стал популярен, поскольку Япония в этой стране предстала. Воодушевленный успехом, разработчики через полгода выпустили Core Combat, первое дополнение к проекту. А еще через год геймерам предложили Planetside Aftershock. Все больше стран втягивалось в борьбу за пространство Planetside. На европейских серверах постоянно играло более 40 тысяч человек. Испанцев, итальянцев, англичан, немцев, французов и, конечно, русских. Правда, российским геймерам для игры необходимо было обладать немалыми познаниями в английском языке. Желая помочь в этой ситуации, представители компании Акелла обратились в Sony Online Entertainment с предложением о переводе игры на русский язык. Далее в программе. Почему в большинстве случаев отказывающая в переводе своих проектов Sony Online Entertainment решилась на эксперимент в России? Была даже идея заменить страны в Planetside. Какие новые возможности открылись перед русскими игроками? Игра на русском. Это очень важно, потому что сейчас основная масса геймеров, которые играют в онлайн-евые игры у нас в России, хорошо английского языка не знают. Насколько сильны российские кланы в противостоянии с западными противниками? Это и многое другое после рекламы. Мы продолжаем рассказ о проекте, аналогов которому нет в игровом мире до сих пор. Первом многопользовательском онлайн-шутере от первого лица – Planetside. Ответы от Sony Online Entertainment на предложение о переводе игры на русский язык долго ждать не пришлось. Самая сделка, быть честным, она обсуждалась буквально в заведении, когда все заведомо выпившие, собственно, была идея принести его в Россию. Главы Sony, была даже идея заменить страны в Planetside, то есть там есть фантастические страны, далекое будущее, их заменить на реально существующий азиатско-российский альянс, Америку и с Европой, и, если не ошибаюсь, какие-то арабские страны. Они троем воюют за влияние в будущем. Но этой идеей мы решили от нее отказаться, поскольку это меняет концепцию игры. После обсуждения всех деталей работа закипела. На протяжении нескольких месяцев локализаторы адаптировали западную версию игры для российских геймеров. Локализация — это процесс перевода с плохого английского языка на плохой русский. Но в случае с Planetside всё было совсем по-другому. Planetside — это очень высокобюджетный проект, создавался командой высоких профессионалов, поэтому тексты были написаны очень грамотно и хорошо. Ну, сложность перевода Planetside заключалась, собственно говоря, в тематике этой игры. Действия происходят в неком абстрактном будущем. Мы получили некие тексты, по многим словам которых вообще нельзя было понять, что это такое. Это предмет, действие, мальчик, девочка, оружие, или это патрон к этому оружию. То есть переводчики сначала переводили, потом мы всё это вставляли в игру, и только потом выяснялось, что нет. Ну, примерно как в том анекдоте. Салют, козёл, сам салют. Когда основные работы были завершены, настал черёд вступить в игру геймерам, а точнее тестерам, фанатам игры, которым предстояло проверить, насколько хорошо выполнена локализация и указать на недоработки. Десятки человек день и ночь бродили по огромным пространствам Planetside, а это ни много ни мало десятки континентов, около 64 гектаров каждый. И всё это в поисках допущенных разработчиками и локализаторами ошибок. Это стало финальной стадией работы над русской версией проекта. В 2006 году российские геймеры лишились последней преграды на пути к просторам Planetside – языкового барьера. Ранее новичок, только пришедший в игру и плохо знакомый с английским языком. Ему было тяжело пройти курс молодого бойца, потому что он был на английском, соответственно. Кроме того, общаться с иностранным контингентом тоже было тяжело. Кроме того, локализация предоставила русский подробный мануал, где подробно расписаны все ситуации, которые могут вызвать вопросы у новичка. Кроме того, описание оружия и техники все переведены. Пожалуй, стало гораздо легче разобраться в игре, когда всё написано на родном языке. Игровые журналисты первого обучения отметили то, что игра на русском – это очень важно, потому что сейчас основная масса геймеров, которые играют в онлайн-выгры у нас в России, хорошо английского языка не знают. Вот это не позволяет нормально понять мир игры и получить тот самый фан от процесса. Ошибок было сравнительно немного. Разумеется, были сначала контекстуальные ошибки в большом количестве, связанные именно с тем, что переводимые тексты были не связаны, ну как и во всяком компьютерной игре. Но мы с этим справились достаточно быстро. Вообще игра была переведена в достаточно короткие сроки, примерно за три месяца. В этой игре всё переведено. Вот поэтому разработчики сделали очень здорово. Они не стали переводить узкоспециализированные термины, поэтому в игру могут играть и те, кто играл в неё до этого в английской версии. Вот для них нет вот этого вот самого неприятия, отторжения, русификации западных специфических терминов. Вот, а те, кто пришли заново, наоборот, воспринимают это очень хорошо. Двухтермин и термин, всё здорово. Но перевод многопользовательской игры сильно отличается от локализации просто компьютерной игры. Как и любая онлайн-игра, планет-сайт постоянно изменяется, с завидной периодичностью выходят дополнения. Поэтому процесс локализации продолжается практически всё время. Локализация онлайн-игры можно сравнить с переводом книги, которую дописывают постоянно или постоянно изменяют. То есть не успели бы перевести предложение, которое заменили на два других. Вообще игра была переведена в достаточно короткие сроки, примерно за три месяца. Ну, разумеется, потом мы допереводили то, что дописала Sony за эти три месяца. Это заняло, наверное, ещё один месяц. Потом мы допереводили то, что Sony переписала за ещё один месяц. Это заняло ещё одну неделю, ну и так далее. Локализация онлайн-игры, в принципе, никогда не завершается. Вместе с локализаторами не перестают работать и гейм-мастера. На гейм-мастерах по плану сайта лежит действительно ответственная работа. Мы занимаемся тем, что, как сказать, следим за порядком в игре, за чатами, чтобы не ругались матом, не беспределили. Даже несмотря на то, что русские геймеры играют на европейском сервере Werner, огромное количество переведённых быстрых сообщений позволяет общаться с другими игроками. Кроме того, многие русские создают собственные подразделения, а общению на родном языке способствует поддержка кириллицы в игровом чате и сервер TeamSpeakNakel Online. Локализация игры была сделана достаточно хорошо. Никаких огрехов внутри текста, переведённого нами, по крайней мере, замечено, не было. Читается всё очень легко. Адаптирован был язык под русскую ментальность. Когда читаешь, ты понимаешь, что ты попал в мир, в котором все на русском как бы и говорят, хотя изначально игра была сделана на английском. Российские игроки быстро освоились на новых пространствах. Сегодня в сражениях империи участвует множество русских подразделений, численность которых превышает 200 человек. Поэтому неудивительно, что русские игроки оказывают огромную поддержку своим империям. В особо удачные дни они захватывают целые планеты без помощи других игроков. Геймеры обсуждали проект на популярных игровых форумах. «Фан отменный», — писал один. «Я вчера ворвался в комнату, где было несколько противников, и запилил из МЦГ пятерых. В общем, вечер был удачным. Делится впечатлениями второй». «Пожалуй, самое веселое — это ворваться в гуще солдат с тяжелым вооружением, нести смятение в их ряды и порезать их всех». Остановиться действительно невозможно. Ведь в отличие от обычных онлайн-игр и стрелялок, «Планет Сайт» — это постоянно развивающийся огромный игровой мир и реальные боевые задачи. Это уникальная возможность собрать команду единомышленников и броситься в бой, где уже сражаются сотни игроков со всего мира. «Критики было не очень много, потому что игра сам по себе очень хорошая, несмотря на то, что появилась она где-то три года назад. До сих пор аналогов в интернете нет. Есть что-то похожее в восточных играх, но они у нас не издавались, и в Европе, и в США они тоже не издавались. Поэтому, по сути дела, «Планет Сайт» — это единственная игра такого масштаба, в которую можно играть». Напряжённые перестрелки, диверсии, засады и полномасштабные атаки доставляют игрокам море удовольствия. Пока вы смотрите эту программу, тысячи игроков во всём мире борются за господство на бескрайних просторах «Планет Сайт». Ряды новобранцев ждут вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова